Первыми стартовали юниорки, вслед за ними закрутили педалями девушки. Первый круг дался относительно легко, а вот последующие нелегкие подъемы на трассе уже сказались на дыхании и силовой возможности спортсменок. И вот тут-то началась борьба, как говорится, до последней капли пота. Страдали не только легкие мышцы, но и велосипеды. Несколько проколов колес и слетевшие цепи привели к уходу с трассы ряда спортсменок. Эти соревнования не только квалификационные, но и дают возможность спортсменам в дальнейшем попасть в состав сборной. Все эти соревнования, они, как говорится, под реестром Минспорта. И, естественно, мы все это отслеживаем. И потом тренеры подают документы на, Федерацию подают документы на присвоение различных спортивных разрядов и каких-то почетных званий. Вот в России очень сильно действуют четыре региона. Это Санкт-Петербург, Москва, Удмуртия и Чувашия. Это, во-первых, они самые многочисленные. И, как правило, у них очень хорошие спортсмены. Место для проведения соревнований такого уровня самое подходящее, отмечают участники. Здесь и трасса, на которой нужно поработать, прекрасный вид и чистый воздух. Сама погода приветствует спортсменов теплом и солнцем. В этом году впервые посчастливилось сразиться с именитыми велосипедистами представителю из Крыма. Павел Роганов – единственный спортсмен, приехавший на курорт из недавно присоединенной республики. «Заметна разница, что в Крыму уровень маутинбайка не так развит, как вообще по всей территории Российской Федерации. Но, тем не менее, настраиваемся ехать и ехать хорошо. Спортсмены за спортсменами, как правило, следят. И, тем более, здесь присутствуют звезды российского маутинбайка. Это Гоголевы, Елена, Максим. Мы за ними следим. И вот следили раньше, а сейчас вот есть возможность с ними ехать на одной трассе, как бы стартовать одновременно». А вот спортсмены из Челябинской области в Сочи приезжают уже в пятый раз. В прошлом году они стали победителями во всех возрастных группах. И сейчас, в первый день соревнований, суровые юноши стали первыми по итогам Кубка России. Теперь помогают девчонкам и дают советы. «Тренироваться надо, терпеть надо на гонке. Тогда все будет хорошо и результаты будут». И по результатам сегодняшних заездов лидером среди юниорок стала спортсменка из Чувашской Республики. Среди девушек – представительница Свердловской области. А в старшей возрастной группе первой к финишу пришла велосипедистка из Удмуртии. «Ну а завтра за призовые места поборются представители сильного пола. Мужчинам необходимо будет проехать шесть кругов. Велосипедистам в возрасте от 19 до 22 лет пять кругов. И спортсменам помладше, соответственно, на один круг меньше. И по словам специалистов, эта трасса, расположенная в живописном уголке города на Орлиных скалах, позволяет выявить максимальные возможности участников». Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.